Кинезиолог с более 20-летним стажем. Работает в области нетрадиционной медицины. Владеет приемами крайне сакральной висцеральной терапии и рефлексотерапии. Какой серьезный список послушной! А тема, а тема очень важная. Рейн и Лето. Друзья, мы продолжаем. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Я рада вас видеть. И сегодня моя лекция, не лекция, а коротенькое выступление будет посвящено совершенно приятной-приятной теме. Лето — это отдых. Правда? Все идут отдыхать? Я надеюсь, что да. И вот я вам расскажу, как сделать ваш отдых максимально комфортным и безопасным. Организаторы немножечко перепутали. Я действительно работаю в Дании, в Финляндии, в Эстонии, в России, в Литве и в Латвии. А вот в Японию я еду в круиз. И еду я прямо завтра. Но круиз звучит здорово и красиво. В любом путешествии есть свои тонкие места. И первое. Допустим, перелет в Японию — это 10 часов беспрерывного полета. Что такое самолеты? Летаю я очень много, поэтому делюсь личным опытом. Используйте его. Самолеты — это перегрузки, взлет, посадка. Это вот для сердца не очень хорошо. Это питание, в общем, про питание сами поняли. Это кондиционер. И это много народа в очень маленьком пространстве, часть из которых чихает, кашляет и все прочее. Как сделать полет максимально комфортным? Максимально комфортный полет вам подарит сол. Почему сол? Потому что, во-первых, состав там такой, что он включает антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в косточках шардоне. Содержится большое количество кислоты аскорбиновой витамина С, которая улучшит текучесть крови, и у вас не текут ноги. Конечно, за 10 часов, скорее всего, это надо будет 2 пакетика. Если 4,5 часа, то и одного пакетика будет вполне достаточно. Ну, вот мы с вами долетели. Без приключений. Но в Японии сейчас 42 градуса. А я, между прочим, не хочу находиться только в торговых центрах. Я хочу посмотреть страну. А на улице жарко. Да и у нас с вами здесь, скажем прямо, тоже это лето началось еще в мае, и очень основательно. Что происходит с нами во время жары? Первое. У нас нарушается текучесть крови. Почему? Мы обильно потеем. Выходит жидкость. А, между прочим, потери жидкости на 10% всего для организма это уже огромный стресс. А 20% это уже смерть. Человек, находясь на жаре, всего 3-4 часа, теряет в среднем литр жидкости вместе с потом. А у нас крови-то всего 5,5 литра. Вот представьте, что она, насколько она стала сразу гуще. Это первая опасность. Вторая опасность. Вместе с потом выходит не только жидкость. Теряется масса микроэлементов. В том числе натрий, калий, магний, да очень много чего. А микроэлементы это топливо для наших внутренних органов. Допустим, почки без натрия работать не могут. Сердце не может без калия. Нервная система без магния. И теряя эти вещества, мы замечаем, что мы быстро устаем. У нас начинаются судороги. У нас плохо работает сердце. Здесь нас снова выручит сол. Он вернет крови в нужную текучесть. И восстановит баланс микроэлементов. И вы снова будете себя чувствовать очень хорошо. А я надеюсь осмотреть всю страну по максимуму. Следующее это то, что питание. Мы едем в другую страну. Кстати, для того, чтобы столкнуться с проблемами питаниями, не надо ехать так далеко. Иногда такой эффект может быть, ну, даже в соседней Европе, казалось бы, мирный. И вдруг что-то там с водой не так вам, она не подошла. И вы очень рискуете весь отпуск провести. Ну, не осматривая достопримечательности, а находясь только в гостинице. И вот для этого случая придуман кор. Ну, я не думаю, что для этого, но в частности. Потому что это прекрасный детокс. Он способен помочь вашему организму справиться со всеми неприятностями, связанными с желудочно-кишечным трактом. И еще одна опасность, которая грозит вам в путешествии, это, опять же, перезагорание. Мы так радуемся солнышку, мы так радуемся морю, что забываем, что в море это огромная линза, которая делает нашу кожу загорелой просто за минуты, а через минуту уходить не хочется. А хочется поплавать, а в воде отражение еще более сильное на самом деле. И очень многие обгорают, особенно это касается детей. Во всяком случае, сколько я езжу, я этих красных раков вареных вижу с завидной регулярностью, но еще не было отпуска, чтобы я вернулась и никого не спасала от ожога. А что же делает нашу кожу устойчивой к солнечным лучам и вообще к внешним воздействиям? Конечно, витамин Е в первую очередь. Витамины А, Е, С, жирорастворимые витамины делают нашу кожу не только упругой, но они и помогают ей вырабатывать мелатонин. И мы, меланин, и тогда мы хорошо, красиво загораем без обгорания. Так вот этого больше всего в Бенде. Ну, только что слайды все выделили, поэтому, я думаю, нет смысла давать их повторно. И если вы будете принимать хотя бы по чайной ложечке Бенда, то вероятность, что вы не обгорите, а вернетесь с красивым загаром, почти стопроцентная. Вот так я рекомендую всем беречь себя летом. А кто у нас особо подвержен жаре? Это пожилые люди и маленькие дети. Ну, пожилые, как правило, уже берегут себя сами, ну, инстинктивно, что ли. А вот с маленькими детьми часто бывает беда. Они не чувствуют того предела, за который нельзя переходить. Как же вам определить, что этот предел уже настал, не доведя до беды? Первая стадия при нагревании тела – это расширяются сосуды. Сосуды расширяются, и появляется румянец. Румянец. Кожа немного розовеет, немного краснеет. Если этого недостаточно, включается механизм потения. Мы начинаем потеть. Если мы потеем, еще все хорошо. Беда начинается тогда, когда вы заметили, что вы вдруг не потеете, и ваша кожа от пота, она холодная. А когда пота нет, она резко начинает нагреваться. Вот это уже настоящая беда. Тут срочно бегом в тень, обливаем водой, восстанавливаем водный баланс, и обязательно принимаем и кор, и сол, и бенг, хотя бы по чайной ложечке. Потому что никогда не знаешь, чего организм потерял больше всего. Вот чтобы не рисковать, примите все три препарата в небольшой дозе. И тогда все у вас будет хорошо, и отпуск сложится удачно. Желаю вам хорошего отдыха. Хорошего дня.